Я уже на Барновле 22 года. 22 года. То есть вы даже не живете все это время? Не живем, приезжаем, езжаем. А почему не приехали тогда столько-то лет? Да у меня два страна, два города, два отца есть. Здесь Путин, там этого, мерзияют. Этот мужчина нехотя разговаривает на камеру. Он здесь один такой старший. Парни дали понять, что не понимает по-русски. Мухаммед, или для русских Миша, получил патенты, вывозит на объекты своих ребят. Дома тоже есть меня. Я уже световод, световарщик. У меня там тоже работают, здесь тоже работают. Ну сюда приезжаете, ну наверное выгодно просто. Больше платят, наверное. Ну больше платят, платят тоже такое. Все равно я уже привыкла. Потому что я одна город, скучно какой-то. Вот в Кыргызстан ездим, сюда ездим. После того, как правительство сняло все ограничения на въезд в Россию, в страну хлынул поток иностранцев, который был на паузе с начала пандемии. Большая часть въезжающих – трудовые мигранты. Если мы рассматриваем показатели все-таки за полгода, за эти полгода, то мы можем сказать, что одну треть, только одна треть иностранных граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заехала на территорию Российской Федерации. По статистике, чаще всего в Алтайский край едут из Казахстана. Чуть меньше из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Армении. Азербайджан замыкает топ-6 стран по мигрантам. Правда, первое место Казахстана объясняется тем, что оттуда к россиянам приезжают родственники. Точного же количества въезжающих иностранцев, пожалуй, нет ни у кого. В 2013-м, по неофициальным оценкам, в крае находилось 15-20 тысяч нелегальных мигрантов. Найти готовых пообщаться с нами оказалось непросто. Председатель таджикской диаспоры Саидали Хайлоев объясняет, что иммигрантам в России сейчас непросто. Чтобы мигрант сюда приехал, ему минимум, максимум 50 тысяч в кармане нужно, чтобы прописку делать, чтобы обустроиться и патенты, естественно, оформить. Может, из-за этого. Потом в других странах сейчас более законные, скажем, легче, чем в России. Тот же Европа, тоже Южная Корея, люди ездят сейчас много, Эмираты много ездят. Молодые таджики сегодня завоевывают развитую Азию. Для них выучить корейский то же самое, что русский, ведь по-русски они не говорят. Есть и другие нюансы не в пользу России. У него, если прописка с местожительством не совпадет, его обязательно депортируют, штрафуют. Много и на рынках сейчас такое получается, что маленький, в чем-то виноват, все, его депортируют. Он приехал только с Таджикистана, пару слов знает. А его спрашивают о Древней Руси, скажем, да, или Петр Первый, когда начал брать в городе. Вот такие вопросы, да. Он откуда это все знает. И тем не менее, нам нужны кадры. Эта армия работников давно обосновалась в целых сферах. По данным научной статьи 2013 года, больше трети всех занятых в строительной сфере края – мигранты. Они заняли почти пятую часть в торговле и общепите. 80% приезжих мечтают переехать. На данный момент работаю частно, преподаю я английский и нашим соотечественникам, которые, так как уже, если заметили, много уже переезжают сюда, преподаю по-русскому. То есть изучаю их в нашей культуре русской. Мушарафа переехала в Барнаул ради будущего детей. В их таджикском поселке, говорит, перспектив не было. Помня советское прошлое, в 2008-м она меняла не страну, а место жительства. Вот какой год, вот 17-18 год, живу здесь и не встречала никакой проблемы, слава богу. Я же говорю вам, русский – это самый добрый народ. Особенно у нас в Барнауле. Все добрые. Мне так кажется. Вместе с Мушарафой мы предположили, что отношение к ней на равных во многом обеспечивает русский без акцента. А ведь именно языковой барьер рождает в обществе стереотипы. Сейчас на Алтае почти 5000 таджиков – граждане России. И еще столько же с видом на жительство. Но момент национальности может преследовать их всю жизнь. Одна из проблем – аренда жилья, другая – зарплата. Но пока одни обвиняют мигрантов в демпинге рынка, а другие в том, что они занимают места русских, иностранцы строят наши дома. Русским, например, строителям платят больше, чем иностранным. Вот вас это не обижает? Нет, у нас гостепременные люди. Мы не думаем такое. Бог сколько дает, сколько берем. Лично не можем. Но у вас все равно ниже ценник, чем русский. Почти одинаковый. Строят и замещают наших граждан, замеченных в употреблении. Раньше это слышали, и не то, что слышали, выделили. Сейчас, по-моему, и русские перестали пить. Работают вроде. Живя в России, мигранты создают семьи и вливаются в наше общество, если ставят себе такую цель. Представители других наций, с которыми мы общались, подчеркивают – поведение человека зависит от воспитания. За себя они уверены. У Машарафы есть целый девиз по жизни. Нужно жить так, чтобы твоему соседу не было неприятно. За стенкой, за стеной твой сосед, чтобы не думал о тебе плохом.